всем привет дорогие друзья сегодня в нашем выпуске мирка выиграть он будет на мартретке приятного вам просмотра новый измененный герой тоже значительно бафнули сделали чуть посильнее чем был этот герой на что фантомка была мертвая предыдущих патчах и можно было приказать в исключительно редких случаях когда там врагов просто нет ничего против фантомки но теперь она действительно может играть прикольная смешка кстати одна из лучших в доте по моему мнению классно сделали да ну посмотрим медовая мартретка естественно миркл все-таки и сейчас будем за этим наблюдать но сначала прервемся на рекламку видео создано при поддержке 1xb хочешь себе такой же шмот получай на него бонус в комментариях медовое противостояние против тинкера и кажется фантомка вперед ногами тинкера выносит прям без шансов потому что фантомка банально тинкер может на самом деле из маши сыграть просто закидывать уходить делать стаки закидывать уходить делать стаки но знаешь на равных бороться и бороться именно с мартреткой особо смысла вообще никого нет просто приносишь все много хило мартария стоишь кинжальчики там закидываешь можешь даже пытаться убивать если он лазарь вдруг бездарно потратить может быть ну и банально если придет ганг для мира кота тинкер должен будет сразу же умирать без шансов будет очень много замедления будет банально даже может прийти переместиться с нижней линии как раз таки на центральную пух и приятно смотреть за мидом блин на топе карту переделали на карту переделали амид оставили таким же валика без изменений если я не ошибаюсь да ну ничего не изменилось на центре и такая вот ностальгия по старой доте из-за отсутствия изменений в карте да как будто старый патч по-прежнему как и было раньше потом правда ножки ниже экран да потом смотришь на пассивку которая была раньше пассивкой теперь это не пассивка вовсе а знаете ли дают золото пока что мы этого не увидели потому что ни одного крипающего мирка у нас донайл тинкер потихонечку подспамливает своим лазером то же самое делает фантом к кинжалами и блин если фантом к вначале не унижена если этот герой переживает и самую раннюю стадию то в дальнейшем персонаж имеет очень хороший лейт потенциал и может прошить просто лица врагов подожди фантомка ж теперь еще круче против тинкера становится она же может ракетки задоджить третьем с полом уйти в смока и при этом не сбить к меру себе фласку это все конечно круто но мы же не рассказали вообще в чем солью этой новой фантомки давай начнем по порядку все так же работает кинжал кинжал вообще не тронули по моему да да вы изменение не коснулись 70 процентов вашего урона плюс 65 базового дэмэджа и изменили второе спал причем его подняли и подняли очень сильно теперь бонус атак спид 100 кстати раньше было на всех левелах 100 сейчас напомна или раньше на всех левелах был 125 в общем не суть его подняли достаточно сильно максимально так спит фантомки а второй спал теперь больше две с половиной секунды теперь действует этот спелл они 4 атаки это значит что в лейте это спелл стал посильнее и последнее изменение поводу блин страйка фантом страйка точнее вы блинкуетесь на крипа и если вы меняете допустим крипа на фокус на другого крипа у вас происходит вот то этот фантом страйк работает ну и по пассивке расскажешь я думаю по активке теперь блюр но это встроенные смока в героя вы можете поражать третью способность и формить на линиях и враги вас не будут видеть смог спадает когда вы подходите либо к врагу либо башни на радиус 600 тогда он спадает на это так работает и вообще как теперь можно и задержать спал нажимаете блюр допустим где-то в вражеской части карты и просто в эти крипов на линии враги вас не видят если нам было будет видно что у крипов отрывается там под 100 хп за каждую тычку но все равно вдруг враги не про мониторят и будете спокойно фармить соль то есть а как ты говорил это круто работает здесь действительно может допустим вы бежите на лоу хп здесь получает 6 левел вы нажимаете просто эту пассивку и бежите на шрайн это активку вас не вас не добьют по идее не должно это работать точнее должно так работать что у вас не добивают это зевса не должна пройти разуме происходит постоянно линиях 6 3 пока что команда америку немножко проседает и все-таки решил тинкер пойти в такой достаточно сильный дамажащий билд он полностью замаксил лазер на пятном левеле и в двойку взял себе ракетки едва так тоже надо качается сейчас он будет прокачивать марши себе а если смысл ведь нету никакого нету ему нужно было пушить line отходить стаки делать себя вот это было бы максимально наверно правильно найти инкер просто видишь он же еще убил если бы он не убил тогда в принципе отбил был вообще не оправданно за счет того что он получил х 100 на нижней линии просто налоги чех взял х и струну забрал мир около поэтому его билд немного до окупился и убил имеется ввиду за этого и фантомка в принципе неплохо стоит то что может хотя бы крипов добивать за рейджей постоянно драться но сейчас на самом деле механика динаев она не столь сильно унижает противника потому что ты фулл экспу получаешь и тебе плевать все равно монеты много приваливает как ни крути да но ты не теряешь ничего враг получает чуть больше нежели он бы не добивал бы этих хрипов не динайл но у тебя экспо есть это очень важно для многих мейдеров допустим стоишь на каком-то шторме и ты всегда будешь иметь их спутно жизнь ты не умираешь а вот тебя враг передана его это штурма это для инвокера это очень круто потому что инвокер самое важное это их спа наверно контролируем теперь хасла для миракла и 3 раз бен сейчас достаточно популярно брать как говорили в некоторых роликах до несколько в рейс бэндов несколько нуликов эти дешевые статы которые ни во что не грейдится ни нулик не брас вернее не в рейс бэнд но они очень много дает то есть помимо основных атрибутов агилы и силы и интеллекта у тебя еще есть атак спид от рейс бэнд а кстати обман подрезали 720 он давал 8 атак спида 20b не помню сутка он давал если честно вообще я помню и люблю на керече играть и понял сразу же что эти в рейс бэнд они очень сильные парчеков эти статы они прям нереально крутые и плюс на линии банально ты стоишь вот допустим сейчас 7 минута докупился 2 в рейс бэнд а у тебя больше рп больше атак спида и это приятно вот и в рейс бэнд а у тебя 1000 хп пистам джаггер сумасшедший фармит у него 55 крипов 56 вообще на фрифарме пацан стоит было забавно если он не фрифарен потому что акса на линии вообще нет акс ходит скипает крипов и джаггер еще два кило есть если не убили пару раз аксин и он убежал на у джагера все супер хорошо будет противостояние джаггернаут против фантомки я думаю что джаггернаут не самый плохой герой против фантомки потому что в принципе на герой неплохо смотрится мкб герой статовый куча армора джаггернаут сейчас вообще очень интересный герой и ему много статков добавили да и в общем он намного сейчас сильнее смотрится чем в прошлом патче пытался я им играть знаешь против некоторые герои вот допустим могу сделать вывод что джаггернаута не стоит играть против ландроида да ты вообще ему ничего не можешь один из самых недооцененных и возможно просто не успели еще понять насколько сейчас ландроид силен кого ландроида почему почему и наоборот мне кажется его оценили очень даже сильно он в ранге де появляется еще и еще и так ну и знаю мне не так часто встречался но тем не менее да и он чем дальше тем чаще будет появляться он очень силен возможно просто не вне сейчас умеет играть на ландроиде будет повод научиться на ландроиде покатать у меня вот например вообще на нем там под силой 5 игр вообще за всю историю доты я в свое время хотел научиться полноценно играть но когда я хотел научиться он был немножко не в мите он был слабоват воды поэтому меня из игр 30 уже затриггерила и перестал желание отпало на самом деле даже желание впала но мне играть можно все-таки два подконтрольных юнита это не так сложно тут две кнопки ставишь это все юниты собственно герой у тебя стоит на f1 или на единицу кого-то может другая это клавиша не столь важно еще одна клавиша это собственно медведь подконтрольный юнит то есть по сути даже можно двумя кнопками управлять и выделяйте допустим всех юнитов мышкой по экрану ландроиде контролить не так сложно контролить это еще полбит героя начать чувствовать хорошо это уже совсем да вот другое ну и самое наверное такое сложное на ландроиде одно дело просто выделять и фармить хрипов а другое дело допустим убегать с настоящим героем 105 медведем прогрызать деревья на то есть прожимать еще способности на настоящем герое отдельно на медведя ты можешь запутаться мне кажется для нормального практика на ландроиде достаточно игр 15 может быть 20 тогда ты сможешь уже ну неплохо играть и в принципе сможешь играть но перед этим нужно будет посмотреть пару видосов топовых ландроидов с этим обязательно запишем ландроида и если мы у нас тут это цель номер один но пока что игры то есть но не от топовых игроков хочется вот чтобы вы то есть более или менее сигнатурный герой был ландроид у игрока вот чтоб прям в полной красе показать а вот если вы спросите почему все таки ландроиды балансны вы как раз таки ответ на этот вопрос услышите в том самом ролике так что ожидайте ребята скоро будет бомбяч и надеюсь бомбяч и выпускного андроида еще шумы нам предстоит тоже винрейт и герой надо добавить очень сильно вырос хоть его и подрезали 720 б чуть-чуть но все равно герой силен да конечно но блин то что персонаж просто нереально лайфстилится это неправильно свэн не перебивает хил мипа но это же неправильно свэн карл свэн контра мипа во все времена дотом он не перебивает еще подрезали вообще сложно теперь то есть свэна убили блин у него еще забрали армор как бы который против мипаря очень хорошая у нас не нажимаешь бкб очень странно потому что свэн всем 20 ты и так неиграбелен был практически ну вот достаточно резко пикали я думал что его наоборот как-то чуть податно чтобы если ты хотел сказать до 720 наверное да и всем 20 ой да до 720 вот тем да ну и всем 20 он получается то же самое да стал не играбельно получается что его фиксу сплэша вообще он прям уничтожил слона по моему конечно он фармит быстрее чуть чуть быстрее потому что 90 процентов сплэш и посмотрел так по ощущениям он секунды на полторы быстрее спот забирает они не с предыдущим патчем но разница если ты убить не можешь никого герой ну по сути сейчас такая метод его очень много физушников берут и таких плотных героев достаточно но ты же ты же бьешь по герою в основном на самом деле не так часто бывает ситуация ты можешь ударить через крипа там он прошли героя с плашом это это плохо работаете против фантом лансерами паряг собственно причины по которым своим пикается вот но самое неприятное вообще не время то что сделали с третьим с полом это мерзость какая-то окей у тебя куча там масса как раньше было тебе дается шилд на 400 блин хп вау очень здорово только момент свен персонажа лейта и 400 хп в лейте сбывает в собор даже тебе одной кнопкой а армор который давался 20 единиц армора в процентах это где-то 50 процентов резиста физического то есть если у героя вражеского 2000 урона то 30 процентов ты блочишь это уже далеко не 400 хп но этого образно есть так на самом деле дефолтная математика что свой час против физов работает очень армор будут хорошую способность убирать непонятно у тебя сейчас просто необходимости свои не покупать кирасу потому что на двадцать пятом левеле у свена знаешь сколько армора 12 армора двенадцать армора блин ты покупаешь мам не дай бог ты нажимаешь этот мам еще как-то неудачно у тебя там сколько не помню сколько мам отнимает даже гляну более герой которому слотов не хватает ну как но уже 8 армора покупать себе артефакт на армор когда ну у тебя блин грубо говоря бкб там как они бы саша яша ну и там еще там не знаю что обычно покупает свену блин там уже еще плюс получается блин к блин тапах мам маму бкб сабли сия что-нибудь одно из этого башка и да это потом потом крит идет очевидно да либо ты линка если нужна линка чтобы тебя с выиграли где в этом билде ты зайдешь свой себе для армора ну да и теперь ты должен игнорировать этими шмотками которые мы назвали и покупать себе просто кирасу на свене а и дай мам щас не купишь ты просто не можешь купить себе мам смирикол тут скорее всего бьют макро пиротер действует еще две секунды после того как ты на нее наступил и должны забирать двое мол сейчас в этом патче как и в предыдущих он минусует 8 армора у свена всего 12 армора на 25 левеле без артефактов на армор то есть ты нажимаешь mom и там практически 4 армора убили героя в общем просто уничтожили там фантом лансер просто выйдет с ним один на один и типа его просто и забьет хотя казалось бы да пэл это герой катает слабее чем своим мудра что армора нет пола воде просто ногами избивает на поле еще сидер покупаешь отключаешь сплэш и все до свидания он умирает но и соответственно без армора с этого тебя не особо волнует ну было там же очень много армор там под 40 это срабатывать пассивно с армором проблем вообще нету начинается файл и плохая арена от манки кинга лтв начинает уже рубить героев и по голове двум персонажем дом саппортом вражеской команды настучал вот эти фиксы мне не нравится знаешь мне чем-то свент сейчас напоминает в этом патче хаус найта нам его тоже нужно будет записать но я не уверен что многие зрители обрадуются потому что я поиграл в нем я понял что героя из героя сделали саппорта хаоса теперь появляется всегда три иллюзии это конечно круто но раньше появлялась четыре иллюзии шансом рандома раньше крит был по моему триста пятьдесят процентов или четыреста процентов то сейчас максимально это четыреста пятьдесят раньше второй спелл хаоса давал минус армор сейчас он дает замедление что это вообще эти дэмэджа настолько не хватает суть хаоса был о том что он раскастовался на ультимейте прыгнул героя и просто шотнул его сейчас нет ты контролируешь крит каждые пять секунд он у тебя вылетает как же надо у баунти хандра но урона прям крайне не хватает потому что крит супер слабый вот такие вот пироги зачем убивать еще сильнее героев которые они как бы знаю вот сидит человек в штабе steam блин хаос слабая ну-ка я под подбав на его а получается так что его еще сильнее убиваешь или своем допустим добавим новую обилку ну да все эти пождали как раз что вернут героев я мне играли до этого патча вот я на своем не допустим очень хочу поиграть но я понимаю что такой возможности просто нет нет игр где своем хорош их просто нет они отчасти конечно так сделали они вернули джаггера вернули в фантом повернулись ларка героя который которыми редко играли в прошлом патче но что-то странно делает вот по типу со свеном и хаосом непонятно вообще меня клачет 322 и до батлфьюри остается буквально 50 золота сейчас пойдет уже до фармит и принципе неплохие тайминги учитывая то что он приобрел себе пт-шка то что у него есть уже три в рейсбэнда и по нету ворсу мы видим что у него 7600 в то время как джиггернаут просто какой-то лютый аутфарм устраивает на этой карте да а что у него по артефактам что он себе приобрел а у него почти 10000 у него сия и следующим артефактом он себе будет покупать мкб-шку наверное это правильный билд на джиггернаут единственное что отсутствие battle fury в этой игре она немножко его по фарму остановит потому что фантом к будет фарм еще все больше и больше но с другой стороны он купил артефакты которые помогают ему драться и помогают пушить вышки ну то есть рано включает его в игру и он ходит просто потихоньку грызет товара грызет вражеских героев вот мир и всем про запалил только что этот момент что мкб собирает себе джиггернаут принципе ранее мкб это очень хорошо потому что есть сейчас чем справляться с monkey king саксом то есть всякие брюмастеры которые будут контролить героев единственная проблема возможно будет это миракл который на фантомке просто купить себе в раннюю бкб-шку возможно даже следующим слотом и вот как раз таки мкб на джиггернауте может решить эту проблему виде миракуля джиггернаут играет 602 фантомка играет 322 по счету имеется ввиду и у фантомки блин наполовину 16 левел а у джиггернаута наполовину 15 вот как странно работает механика конечно такая себе получается что ты теперь с леса выносишь больше чем уходишь и убиваешь я вот сейчас хочу сравнить а у них крипстата одинаковые ну видимо это разница как раз таки счет того что один герой на миде стоял а другой герой стоял до легкой линии и моменту что регионов наверно просто делил x2 когда убивал кого-то он убивал с тиммейтами они в соло если он получал бы соло экспо то у него было бы на порядок больше опыта чем у миракла вот джиггернаут опять пошел файт получил пол левела за весь файт за убийством даже меньше 3 левела за убийство мк америка тем временем получает фуловую экспо за крипов и посмотри как он просто в прогрессии растет по экспириенса уже почти 17 сейчас скоро 17 будет он очень много камбэк ну слушай прям нереально много я сказал его просто отпустили на три минуты и фантом к вот так вот теперь фарминг strike конечно теперь супер сильный прям уже захотелось на фантомки поиграть и по талантам давай посмотрим что он взял 15 дэмэджа и 4 армор минус 4 армора от собственно так там обычно так всегда и брали но и действие чтобы иногда 150 здоровья брали ну против как какого-нибудь акса либо берст героев чтобы ты выживал просто переживал контроль здесь он решил сделать выбор в пользу манты не стал собирать себе сию не стал оставлять просто я шик покупательных с артефактом бкб возможно манта против того же джаггернаут чтобы просто ультимейт джаггера не проходил только по фантомке чтобы хотя бы между иллюзиями делился дэмэдж ну и в конце концов можно расконтролить просто отвести там иллюзии в бок вот и ведущий талант очевидно возьмет даггера а пусть соберут на двадцатом по трем целям но возможно но это мир околковать его можно ожидать что угодно но вообще сейчас драйк даггер это это хорош что он на фантомку даже поприятнее чем лайфстил потому что лайфстила слишком мало и но это соперник любом случае покупаешь в литии но во многих случаях да да вообще сглась тема все накладывается но как бы все равно 3 кинжала но это сильно это можно просто рандомно саппорта убить да если право не передали банально кору снести там пол кпс карида начинается драка тут нет смысла уже мир окоп прыгать потому что бэйна зли хотя там слушай там убили тинкера но я к стоверне тоже бремастера могут сейчас мастер бремастер разложился и он фуловый по итогу еще и даст забрали три героя в таверне мир окол тем временем фармит ему сейчас в игру вступать пока что рановато и самое что забавное я думаю что тиммейты хотели бы по флэмить мир окла но нет это все таки мир окол то есть если бы на месте фантомки был бы какой-то другой герой то инстафлейм был бы но так это мирикуль бам 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 блин как же защитима то скорость атаки выросла с прыжка он не видел видимо образ слушай ой хорошо нажал же блинкаут брюшка увидел что он готова прыгать да действительно так спит очень большой фантом теперь за счет этого блинк страйка его фантомка сто процентов выживала нападает на кого-то и нужно видеть на карте джеки наут вообще желательно еще и тимки тогда она в принципе сможет задолжить способности вражеских персонажей вот джекина может ее с мкб себе убить но джекина кстати принял решение не покупать мкб он решил взять себе battle fury опа ничего себе решил не оставать по формат на тонке игра замедлилась они перестали чушать блинк себе купил возможно это правильное решение потому что у них команде еще и тинкер ему реально может не хватать просто по фарму прям очень много тинкер пушит линий ты на джагере пока один спот добьешь тинкер нам по подпушил line подпушил лес скушал лес только стоишь и думаешь блин фарма действительно очень мало ну и все-таки берет себе талант на три кинжала вот миракл вот это вот его черта а вот он очень часто собирается очень жадно понятно паренек что ты играешь супер круто и каждый второй дотер считать тебя лучшим игроком то что он сейчас покупает все дизолятор будет бустит себя по дэмиджу уже писали игру на троллеевал где он проиграл игру из-за того что бкб не купила себя понятно что он ее тащил как бы в соло там но по факту ты же можешь еще и выиграть плюс 25 свои забрать и вытащить четырех тиммейтов сейчас на самом деле для него команда создает условия казалось бы да он фармит форм как же он фармит но стоит не забывать что вместо того чтобы умирал миракл умирает постоянно дазл умирает где-то в бэйн акс вообще играет 10-3 то есть наоборот по карте ходит всех убивает и у миракла пока что только пять участий за 25 минут игры и это мидер стоит заметить который покупает себе дизоль и сейчас он полноценно не сможет еще включиться в игру вот это вот мне немножко не нравится если бы это было бы полноценная тем дофу допустим играл бы команда там тем ликвид финале против какого он дим секрет то бкб на фантом и появилась бы я уверен что сразу же после battle fury надо чтобы уже хоть как-то вам помогать команде сейчас так собирает и кстати рошан файт на рошане акс позиции можно сейчас хорошо заколить и нажимает агар и аеги забрать забирай до егер красавчик на акси зашел в инвизи удачно ничь не журнал он там он выживает хорошо для них страйк на манки пинга и мы область разу прикрышки и прожать это все было бы намного лучше ну тогда бы иллюзии наверно бы сразу бы за исполел бы при мастер у это уже повезло щас крит прокнул прям в очень вовремя на бремастер продолжает драться же гернал все еще без мкб можно будет принципе прыгнуть и начинает а еще и кинжалом посетство градусы пил если в аксис не перерубил герои то это был бы рэмбидж для миракла я уже манты если твои тиммейты также выходили убивали после того как фармеля полыгры обычно они выходят умирают без бэк и игра заканчивается жиза но опять же блин этот файт мог развернуться вообще доля везения все-таки присутствовал да во-первых криты которые пробуют то этой фантомки они супер больные во вторых то что я пока башки нет он выигрывает файл это очень странно потому что прыгнув в рашпит мы видели что там не хватило буквально одного спала чтобы миракл умер один смел джиггернаут его ударил борозочек и потом которая лс баф таверна акс красиво сыграл красавчик просто арена хорошая была акса ранее кто не понял зашел в инвизи в рашпит и за играл собственно раша налога по вместе с джиггернаутом который бил рашана джиггернаут себе пол хп оторвал а бакса и акс еще добил рашана и соврал на айгегис возможно дайгер бы с айгегисом стал бы он опять делает то же самое что и на тролле делал не будет бкб судя по всему в этой игре будет скади скади безусловно здесь хороший артефакт но блин но блин а тебе смогу чему бы не выжить из контроля почему все-таки бкб шка объясним понятно что джиггернаут бьет бы с очень сильно апнули очень сильно это вообще сейчас наверно самый сильный артефакт в этой игре незаметно будет а по ведь бакб шкаф 0 и по отношению к рутам оттуда ров нет вот но тут вообще айспас джакира куча замедления логи и да брю мастер с мясами брю мастер с ультимейта который просто будет те контроли цветом уже один тинкер чего стоит очень много всего вам не по мне так просто тинкер уже вынуждает покупать один герой бкб тебе в игре а ну-ка тест на урон а там и учим снимает ультимейт снимать манта стайл и ультимейт хороший от бэйна бэйна отлично реагировал блин вот то что сейчас джиггернаут конечно убили проблем небольшие хороший хорошо бэйна оказался в позиции правильную цель выбрал для ультимейта и 25 левел фантомки плюс 5 процентов куб дгрейс ультимейт теперь 20 процентов мама имеет шанс и это очень часто особенно если учитывать атак спид фантомки 051 то есть она дает две тычки и под блин страйком под фантом страйком точнее у нее это спидит 103 025 давайте посмотрим не не посмотрим не успел ударить ссори вот так это работает так ну же она не показывает жалко 330 75 от фантом страйка не ошибся рассказал правильно случилось у нас 500 500 одна единица атак спида это где-то 0 0 3 то есть дает три тычки в секунду чуть больше чем три тычки суммарно считать же он его быстро убивает миссы 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 криты очень часто бракают 20 процентов шансы три тычки в секунду у героя еще при том что ты мушкина удалить то есть атаки увеличивает вероятность прока ультимейта уже на самом деле как-то даже дэмэджи не хватает по фантомка хотя слушал он просто подошел лайк о хп оторвалась прыгает мирикл понимает что джиггернаута нет ультимейта хотя и стопы есть ультимейт а чё он прыгал он видимо байсил на грейв от дазла дазл сети купил еще solar крест и solar крест на фантомку будет вешаться это мотоспид будет просто гигантский сейчас с регеном есть проблемы небольшие ему сатаник нужен но он кстати если бы он не брал бкб но убрал бы сатаник а на такой стадии я бы понял это решение потому что заберся сейчас его очень сложно плюс джиггернаута ульта она все-таки действует некоторое время ты можешь нажать манту сатаник и тут же на кого-то блин кануться но он взял себе мкб против тингера против пиваса и против дальнейшей скорее всего бабочки на джиггернауте ну не хватает немножко даже убить джиггернаута но все таки он до конца идет мой манта хорошо нажал оси нужно кстати панд можно тоже поубивать аркс рядом страдать рядом и сейчас просто на контратака такса и портрет удолжили всех убить душа рапиратой действительно ощутимо круче стала магнами 2 секунды работает после того как герой наступил там дэмэдж перс секунд тоже частенько стал появляться он неплох вот как раз таки в тимфайтах нажала испанс нажал ультимейт лист на линии он стоит хорошо ты просто зонишь двух героев если они бьют физой тем более ты просто и там полностью решены при пуша каким-нибудь ли кончиком я думаю что прям вообще зашибись 31 минута игры и он все-таки решил подкупить себе сатаник последним артефактом возможно просто сгибнет power 3 до доска если вода его бьют смотрелся бы намного скажем так правильнее если бы он просто не собирал бы себе дезолятор и как можно раньше вышел бы вот изолятора заменить на бкб-шку и раньше выходить в мкб там и сатаник почему скадерик решил купить потому что но все таки плотность нужна против джаггер на ульты и против джаггера в принципе когда тут раскручивается убьет очень хорошо с ним пвп-шится когда имея сказать а так спид замедляя героя вот но дезоль мне кажется все-таки немножко лишний тут он еще такого банк всегда идет полная уверенность потому что они не играют fight бывает всякое в доте и остаться без бэй бэкин и приз без бэй 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 иногда может стоить игры с другой стороны суши мы так обсуждаем новую мышца 2 кочей 9 вот очевидный там 8 мы поговорим про самые самые очевидные вещи бэй 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 я думаю теряя все согласны с этим просто сколько зрителей можно игр было даже на просто я никогда проигрывали серверы просто из-за отсутствия боевых это согласен новый зритель не смогут подумать на по 2000 пдс но нет это такая локальная шутка канала это мем канала не трогать может даже как бы поначалу даже было немножко обидно знаешь играешь в дом там лет пять птс имеешь в три раза больше три в четыре там чем обзывают вот а потом как-то все 05 встала на свои места да и один качелики мы тебе 500 морчали это уже как-то все забавно выглядит на мере кал заканчивать эту игру 33 минуты ему понадобится 4 чтобы с командой все сделать мере по красаву но не менее круто сыграли его тимой на которой спейс или и и собственно навязывали темп игры надо действительно заспейсила хорошо не но у фантомка в принципе она посильнее сейчас смотрится кстати не разум по моему за игру третью способность не использовал если не ошибаюсь кстати да новая фантомка за да но ничего еще все впереди еще много интересных видосов будет спасибо всем за просмотр всем пока